Лужи такие, что можно купаться, говорят автомобилисты. Повсюду рытвены, и дороги-то почти нет. Ямы занимают сразу две полосы. Автовладельцы даже уверены, дорога в промзоне индустриального района никого не волнует. Плохая дорога, как считаете? Отвородительная. Смешат народ и всё. Ужасная дорога. Надо её ремонтировать. Здесь ездить невозможно. Ну, только на грузовой можно потихонечку. А он на легковой никак. Расширить бы желательно. Здесь и промзода, и стоишь, и на обочине, а машинам негде проехать. Теряют время не только машины. Неподалёку пожарная часть. На этой дороге по нескольку раз в день спасатели теряют минуты, пока объезжают ямы. И вместо того, чтобы мчать к пожару, соблюдают негласный скоростной режим этой местности. Не более 10 км в час. Кстати, сами пожарные уже несколько раз обращались в нашу редакцию с просьбой рассказать об ужасной дороге. Комментировать эту проблему им запрещено. Недовольны не только пожарные, но и медики, которые сокращают путь этой дорогой. И это не считает десятков грузовых и легковых авто. По словам местных жителей, асфальт здесь не меняли лет 10. В мэрии признают, дорога в неудовлетворительном состоянии. И жалобы на это к ним поступают регулярно. Реагируют как могут. Так, две недели назад дорогу отгрейдировали. Уже и незаметно. Качественного ремонта пока не ждать. В первоочередном порядке в план работ включены улицы с наибольшей интенсивностью движения, по которым проложены маршруты общественного транспорта, улицы с расположением социально значимых объектов. Ремонт дороги с полной заменой асфальтобетонного покрытия запланированы на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году никаких планов по поддержанию Гридасова нет. В 2021-м обещают засыпать ямы сколом асфальтобетона. Конечно, если хватит материалов, подчеркнули в мэрии. Остается надеяться, что направление все-таки дождется ремонта и станет дорогой. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.